Управление Роскомнадзору по Центральному федеральному округу провелось семинар для журналистов. Стоит отметить, это уже не первая подобная встреча, проходящая в Люберцах. Такие семинары направлены на уменьшение количества и профилактику нарушений законодательства в средствах массовой информации. 714 нарушений законодательства в деятельности редакции СМИ и вещательных организаций. И 183 случаи ограничения работы более года. Увеличение числа недействующих средств массовой информации. Такой итог нарушений за первый квартал. В администрации прошла встреча Роскомнадзора с представителями средств массовой информации Московской области. Тема семинара – профилактика и снижение количества допускаемых нарушений со стороны СМИ. В результате снижения количества проводимых проверок мы пытаемся достигнуть требуемого уровня законности в поднадзорной среде путем проведения различных профилактических мероприятий и разъяснения требований законодательства для того, чтобы их просто не допускать. На семинаре обсудили темы изменения законодательства, а точнее порядка регистрации СМИ. Если раньше необходимо было получать бумажное свидетельство, то теперь этот факт будет подтверждать выписка из реестра. Процедура занимает 30 рабочих дней. Больше не существует такой процедуры, как перерегистрация СМИ и внесение изменений свидетельства о регистрации СМИ. Теперь эта процедура называется внесение изменений в запись о регистрации средств массовой информации. Деятельность журналиста и работа редакции напрямую связана с законом о персональных данных. Теперь допускается обработка персональных данных, если это необходимо для осуществления профессиональной работы журналиста. Семинар проходил в форме оживленной беседы. Представители СМИ активно задавали волнующие их вопросы. После они поделились своими впечатлениями и наблюдениями. Я поняла, что, по крайней мере, Роскомнадзор по ЦФО достаточно такой лояльный к журналистской работе, понимает ее смысл. И что он, если мы окажемся в какой-то такой ситуации вопросительной, нас поддержит. Нам было приятно, что это был диалог. Во всяком случае, мы спорили, мы пытались находить ответы на наши вопросы. Сейчас СМИ является оператором обработки персональных данных. Это тоже для нас новинка. И нужно будет опять почитать, подумать, чтобы не нарушать этот закон. В ходе беседы представители СМИ задали множество вопросов, которые не имеют однозначного ответа. А решения их проходят в индивидуальном порядке. Возможно, ответ на них найдется к следующему семинару, который состоится совсем скоро. Мария Гузмичева, Дмитрий Родзянко, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.